История России История России насчитывает несколько миграционных волн, при которых лучшие умы и серьезные предприниматели были вынуждены уехать из родной страны. Такая же участь постигла представителей греческого народа. Каковы были причины столь серьезного шага у наших соотечественников в начале 90-х годов 20-го столетия и как сложилась их жизнь на исторической родине, мы узнаем сегодня в программе. Только после 1917 года принято выделять четыре периода иммиграции, отличающиеся друг от друга по причинам географической структуры, продолжительности и интенсивности. Во время так называемой послереволюционной белой иммиграции Россия потеряла огромное количество деятелей науки, культуры и искусства. Военные, священнослужители и политики также вынуждены были бежать. Однако греков массовые ссылки коснулись лишь с начала 30-х годов 20-го столетия. Когда мы говорим о сталинских репрессиях или послевоенной депортации, то это не что иное, как насильственные переселения греческого народа с российских земель. Что же могло произойти, что греки, для которых Россия стала родиной, которые проливали свою кровь, защищая каждый клочок земли, которые после политической реабилитации вернулись с Сибири и Казахстана, добровольно целыми семьями стали уезжать в другие страны? Известный историк и журналист, теперь уже гражданин Греческой Республики Василий Ченкериди, охотно согласился поделиться с нашими телезрителями историей своей семьи и жизни греков, покинувших Россию в конце 20-го столетия. Для понтийца его родина – это понт. После 1923 года, после Лозаннского договора, мы не имеем права проживать на этой территории, как греки-христиане. Был обмен населением между Турцией и Грецией, и после этого мы вынужденно проживаем в других государствах. Получается, что уже один раз переселившись, мы, естественно, попытались найти вторую родину, но и на второй родине, например, скажем, в нашем случае, нашей семье, это Краснодарский край, нам не удалось укрепиться, потому что в 1949 году мы были выселены, депортированы в Среднюю Азию. По мнению историка, представителям греческого народа в принципе невозможно было закрепиться на территории Средней Азии, поэтому греки, получив возможность вернуться в Краснодарский край и Крым, переезжали не раздумывая. После 1956 года, когда был осужден культ личности Сталина, возможность вернуться обратно была, но вернулись те, которые имели эту возможность, в первую очередь экономическую. Многие остались проживать в Казахстане еще долгое время, вот, например, наша семья переселилась в 1978 году. И получается, все это сформировало свой климат такой, что надо где-то найти место, где нам будет не то, что удобно жить, а где мы сможем сохранить свои культурные, национальные какие-то черты. В 1987 году, когда в России появилось официальное разрешение свободно выезжать за пределы страны, правительство Греческой Республики сделало действительно ощутимый шаг для переезда русских греков на свою территорию. Разрешили въезд в Грецию и выделили, пускай, может быть, не очень большую помощь, но помощь была. В первую очередь медицинское обслуживание было бесплатным для этого населения. Не было каких-то пособий особых, но народ сам втянулся в жизнь эту Грецию. Возможно, многие из людей, которые переехали по экономическим причинам каким-то, считают, что они совершили ошибку. Но по национальным, то есть дети, которые приехали маленькими, которые родились в Греции уже, они сегодня владеют греческим языком на уровне и остальных греков, а, возможно, им да и выше, потому что патриотизм грека, приехавшего за границу, он больше, и тяга к изучению всего греческого, естественно, больше тоже. И получается, что мы просто соприкоснулись опять, вошли вот в культуру Греции. Это в первую очередь греков сподвигло к тому, что они начали переезжать. Учитывая тот факт, что греки-понтийцы стали переселяться в Грецию с момента турецкого геноцида, ассимилиция российских греков происходила гораздо мягче, чем это могло быть. Ты приезжаешь, слышишь понтийскую лиру, понтийскую музыку, слышишь разговоры между людьми, которые касаются тех же самых историй, того же переселения с Понда, возможно, в некоторых случаях даже какие-то традиции, которые сохранились более давние. То же самое, когда я приезжаю, например, скажем, в Крым, в Краснодарский край, вообще по побережью Черного моря и нахожу там понтийцев, которые 25 лет я живу, получается, в Греции, а они живут здесь, я нахожу родных себе людей. Несмотря на общую историю, культуру грекам, переехавшим в Грецию в конце 20-го столетия, было совсем непросто. Даже обдавевшие женщины с детьми, которые были вынуждены покинуть Россию во время сталинских репрессий, к тому времени стали настоящими элладитами. Естественно, те люди, которые выезжали тогда, они не могут понять того грека, который сегодня выезжает из России. У некоторых сложилось впечатление, что это бедная страна, которая не могла встать на ноги, что условия были ужасными, как-то там жили. Они не могут понять, что за годы, например, скажем, 70-е, 80-е, 90-е, пускай даже греки получили образование здесь, пускай на русском языке, уже потеряв свой, потому что греческие школы были закрыты. И какие бы условия ни были, мы сейчас говорим о том, что были репрессии, там были притеснения, но это не были притеснения и репрессии типа геноцида, которые были в Турции, потому что там была именно контра двух цивилизаций, двух народов. А наши люди, которые проживали на территории всего бывшего СВС, в отношениях с простыми людьми, с простым народом, русским, грузинским, украинским, с кем бы ни было, проблем не имели. То есть не было столкновения двух народов, было столкновение власти с народом. Что касается семьи Василия Константиновича, то она проживала в Казахстане до 1978 года. Там его родители познакомились, сыграли свадьбы, родили трех детей. Однако все же приняли решение вернуться в Краснодарский край, как это уже сделали многие их родственники и друзья. А спустя 13 лет семья Чингелиди переезжает на постоянное место жительства в Афине. На тот момент сам Василий успел окончить всего два курса исторического факультета Кубанского государственного университета. По отъезду в то время была немножко сложная ситуация. Мы, уезжая, должны были выписываться отовсюду. С работы, с учебы, с военкомата, с комсомола. Но буквально через год ситуация изменилась, и можно было восстанавливаться, учиться в университете дальше. И я, вернувшись в очередной раз для посещения просто в Россию, в Краснодар, восстановился на заочном уже, получается, отделении исторического факультета и закончил университет заочный. Работать по специальности практически никто не мог. И если сегодня Василий Константинович является видным историком и журналистом, то в момент первых шагов на исторической родине заниматься приходилось совсем другими вещами. Работы были разные. Стройки, ну где мы могли устроиться и где могли продержаться. Потому что были молодые, работу особенную какую-то мы не знали, специальности. Кто-то, может быть, сразу то, что ему подходило, нашел. Для меня это было сложно, студент исторического факультета, найти работу. Я помню даже, когда получился момент такой, как бы первую работу я еще более-менее нашел быстро. А потом я остался без работы. И нужно было что-то новое. Что? Ну, первые мысли. Где есть объекты какие-то, где можно устроиться. Устроили в то время олимпийские объекты греческие, которые потом заморозились. И построили их позже, уже к Олимпиаде 2004 года. Подхожу к одному мастеру. Ну, он говорит, нет, мне не надо. Подхожу к которому, говорит, надо. Только, говорит, принеси шкепардии. Шкепардия – это молоток специально для стройки, который с гвоздодером. И я не понял, что он мне сказал. Я пришел на следующий день. Он, когда посмотрел, что я без инструмента пришел. Потому что, кажется, строитель приходит с инструментом. Все-таки с этим своим, хотя бы этим, с кепардией. Он у меня посмотрел, понял сразу все. Но в то время в Греции был еще более легкий период такой с работами. И он, видно, пожалел меня тоже. И вот он из таких греков, видно, был, которые понимали все это. И он мне свой молоток отдал, и я пошел работать. Новые жизненные условия, в которых оказался дипломированный специалист, выросший в среде воспитанной интеллигентной молодежи, были невероятно сложные. И единственное, что успокаивало вечерами и давало силы идти дальше, это вид на древний Акрополь. Я находил именно такой угол, с которого было его лучше видно, и мог стоять минут 10 перед тем, как шел домой уже, и говорил себе, ну, слава богу, я здесь, ну, значит, буду строительным, что делать. Это вот первая стадия. Ну, естественно, ее переживали в семье, и отцу было трудно покойному уже, которому пришлось 47 лет. Вот сейчас я в возрасте нахожусь практически, мне 46, это практически в том возрасте, когда он переехал в Грецию. У меня было 21, значит, ему было столько. Вот он тоже какие трудности перенес, чтобы войти в жизнь. Но он всегда говорил, что единственное, что нужно, это просто утром встать, пойти на работу и отработать целый день. Если ты это сделал, все равно в конце месяца у тебя что-то получится. Впоследствии в жизни Василия Константиновича появилась еще одна отрада, сыгравшая огромную роль в его дальнейшей профессиональной деятельности. Сначала это был Центр понтийских исследований, потом Комитет понтийских исследований. Это организация вообще историческая. Она была создана в 1927 году выходцами из понда, и именно теми представителями, которые участвовали во временных этих, скажем, управлениях пондом. Я упоминал в рассказе митрополит Трапезунды Хрисантос. Он был одним из организаторов от этого, как раз получается, Комитета понтийских исследований, в котором сегодня, к своему счастью, состою я, и, естественно, могу прикасаться всего того богатого, скажем, наследия, которое удалось сохранить этой организации, и перевести из понда, и собрать по ходу деятельности этой организации. Тот жизненный опыт, воспитание и образование, который получил в свое время Василий Ченкериди в России, стали действительно хорошим подспорьем для устройства новой жизни на территории Греческой Республики. Сегодня он является главным редактором русскоязычной версии известного сайта «Пондус Ньюз», проводит лекции, выступает на телевидении, имеет свой страховой бизнес и является счастливым мужем и отцом. И самое главное, будучи настоящим патриотом, Василий Константинович делает все для доброго взаимодействия представителей греческого народа, в какой бы точке мира они ни проживали. Меня спросил как-то один из ведущих передачей, «Митрополит» греческий сегодня, одной из областей, на центральном телевидении вопрос задал, а вот почему мы должны знать про вас? Вот, например, греки здесь. И я ему ответил, потому что передача же была больше всего религиозного характера, хоть и была о понтийцах, о греках бывшего Советского Союза. Я ему говорю, я с детства помню такие моменты, что у нас дома собирались бабушки гречанки в Казахстане, которые в церковь должны были ехать за 150 километров. Они ехали специально, чтобы утром рано попасть, это были целые переезды, чтобы просто в воскресенье попасть в церковь. А у нас сегодня в Греции церкви на каждом шагу, в каждом районе по 10 церквей, и в них, возможно, никто не заходит. Поэтому, говорю, пример тех людей, которые оставались там и которые сохраняли, это уже не только традиции, это же глубина чувства национального такого, да, самосознания, когда ты остаешься, несмотря ни на что, тем человеком, которым были твои предки. Несмотря на огромную любовь к Греции, в которой Васильиченки Лиди проживают уже более 25 лет, каждый раз, приезжая в Россию, он чувствует себя как дома. И, по словам историка, это большое счастье иметь возможность быть причастным к двум дорогим сердцу странам, культурам и народам. Родина наша, понтийских греков, это Черноморский регион. Тут даже обсуждать не надо, если взять родину, территорию, на которой нам вольготнее и лучше жить. Мы в этом регионе прожили тысячи лет. То есть, когда я вижу Черное море, когда я вижу регионы любые, Крым, Краснодарский край особенно, который более близок, вообще все, что связано с регионом, но это мне согревает душу очень сильно. И я без этого региона себя не представляю. В общем, не говоря уже о народах, которые здесь живут, потому что у меня друзья из разных стациональностей. Но в Греции я попадаю в греческие условия, которых, например, даже частично, к сожалению, нет в других регионах. Не все греки, переехавшие из России в другие страны, в поисках лучшей жизни остались довольны. История семьи Василия Ченкериди в Греции сложилась самым удачным образом как раз потому, что их главной задачей не являлось достижение лучшего экономического положения. Ведь твой дом там, где твоему сердцу хорошо и комфортно, где душа находится в гармонии как с самой природой, так и с окружающими тебя людьми. Сегодня греки проживают по всему миру. Многие из них пытаются вернуться. Но даже у тех, у кого сложилась достойная и счастливая жизнь на чужбине, в сердцах остается безграничная любовь к России. Это была программа Эльпида. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Смотрите нас на Первом Крымском.